Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Павел Юнгерштурм. Сегодня в эфире. Шесть пострадавших и одна смерть. Сводка происшествий на дорогах округа за одну неделю. Бездомные животные. С улицы Сурийска отловили 106 собак, 34 из которых уже вернули в прежнюю среду обитания. Неглубокий циклон. На сильные осадки в округе рассчитывать не стоит. 80 бойцов. Усурийск впервые принял официальный чемпионат края по смешанному боевому единоборству ММА. Заключительный этап муниципального конкурса «Педагог года» пройдет в округе 17 февраля. Наша съемочная группа побывала в гостях у одного из претендентов на звание Ольги Руденко. Чем мотивирует учителя географии и биологии Новонекольской школы, расскажет Марина Роман. Ольга Руденко – учитель географии и биологии Новонекольской школы с 20-летним стажем. Самоотверженный педагог, который искренне предан своему делу, впервые пробует силы в муниципальном конкурсе профессионального мастерства. Восемь учителей и воспитателей нашего округа соревнуются в стиле, методике, интересных подходах и практиках преподавания. У Ольги Руденко тоже есть личные наработки. Вообще, в принципе, учителю на уроке надо создать, как я думаю, момент неожиданности, интереса. Для этого очень часто использую активные игровые методы на уроке. Это ребусы, это кроссфорды, шарады. Дети любят стихотворение с какой-нибудь там изюминкой. Очень-очень-очень любят. А дети у меня в последнее время обожают шестые, седьмые классы. Это квесты. Потому что география – это единственный предмет, который может выйти на улицу. И вот на улице, с приборами, с компасом, я прокладываю трассу, и они уходят, ищут. На конкретных точках контрольных они выполняют задания. Им очень нравится. Ольга Руденко уже прошла два этапа, в одном из которых доказала членам жюри свою педагогическую позицию, а также рассказала о личном видении миссии учителя и смысле работы. Недавно в рамках конкурса также провела открытый урок. На сегодняшний день есть все шансы на победу. Каждый человек должен себе время от времени делать апгрейд такой, точку роста делать. Вот для педагогов, я считаю, любые конкурсы – это точка роста, чтобы себя как-то переосмыслить, встряхнуть. Потому что выход за рамки комфорта – это всегда труд, труд тяжелый, без сомнения. И чтобы как-то переосмыслить себя, я считаю, что надо участвовать в конкурсах. И вот в такое время чувство подошло, что надо что-то поменять в себе, переосмыслить, посмотреть, оглянуться назад. Впереди Ольгу Руденко ждет заключительный этап. 17 февраля учителю из Новонекольской школы предстоит показать членам жюри профессионализм в общении с родителями, умение обсуждать и решать проблемы вместе. Итоги конкурса подведут 28 числа. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. Денежную премию за старание и упорство. Одним из первых, кто попал в программу поддержки одаренных детей в Уссириске, стал 11-классник 32-й школы Артур Пашкевич. Школьнику передали вознаграждение за победы на Олимпиадах и в конкурсах, которые ученик планирует вложить в себя. Как, расскажет Марина Роман. Председатель ученического совета, автор исследовательских работ, победитель множества Олимпиад и конкурсов в одном лице. Артур Пашкевич, старшеклассник из Уссурийска, первопроходец в программе поддержки одаренных детей. Ученик 32-й школы стал единственным в округе, кого отметили сразу и на краевом, и на муниципальном уровнях. За достижения в учебе Артуру Пашкевичу вручили денежную премию. Сейчас много конкурсов есть платных. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы они все были бесплатные, но без такого невозможно. Даже наша история. В том году я занял призовое место, но у меня не было даже средства, чтобы полететь в Москву на финальный этап. То есть, я не смог защитить свою работу. И как бы это для меня даже будет такая вот награда, за которую я боролся. То есть, у меня сейчас много возможностей. Я буду участвовать в больших конкурсах и вкладывать эти деньги не впустую, а именно на эту цель. С восьмого класса во всех начинаниях поддерживает и помогает Артуру учитель истории Наталья Клейменова. Наставник отметила, что одной из самых значимых побед в прошлом году принесла исследовательская работа про судьбу генерала Дмитрия Карбышева, жизнь и деятельность которого напрямую связана с уссурийском. Над этим проектом Артур Пашкевич трудится уже два года и прекращать не собирается. Старшеклассник снова участвует во всероссийском конкурсе без срока давности с работой о выдающемся человеке, но уже в жанре сочинения. Я только направляю, я только подсказываю. Он не стесняется обращаться с вопросами, если что-то ему непонятно. Он адекватно реагирует на замечания, причем иногда очень критические. Он все это принимает к сведению, исправляет, переделывает иногда все с начала до конца. Не всегда у нас получалось. Первоначально это были очень робкие шаги, но это его не остановило. Он не отчаивается, если что-то не получается, он идет дальше. Он прекрасно понимает, что главное это не победа, главное не призовые места, а главное, что те навыки, которые он приобретает, они ему потом пригодятся обязательно. Программу поддержки одаренных детей у нас в округе запустили в августе 2021-го. В итоге были отобраны 17 детей на торжественной церемонии. В декабре прошлого года 12 из них получили губернаторскую премию, а пятерым вручили вознаграждение от администрации округа. У нас есть на сайте управления образования раздел Олимпиады, где размещены приказы Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации и перечисляются те Олимпиады и конкурсы, которые, собственно, принимаются в рассмотрение для участия на номинировании данной премии. Хочу сейчас сразу пояснить, потому что вопросов возникает много, конкурсов огромное количество на просторах интернета, Олимпиад огромное количество на просторах интернета, но мы сейчас с вами говорим о тех Олимпиадах и конкурсах, которые являются перечневыми, так сказать, их называют, это те, которые именно включены в вышеуказанные приказы. Кроме того, администрация округа не оставила без внимания учителей. Педагогам талантливых школьников также вручили премию. Такая мера поддержки назначается ежеквартально, четыре раза в год. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. 32 аварии и 6 пострадавших. Таковы итоги недели на дорогах Уссурийска. Одно ДТП закончилось трагически. Ольга Муравьева продолжит. Непростая неделя и обостренная ситуация с пешими участниками дорожного движения. Трое человек отказались под колесами. При этом только один переходил улицу по правилам. Форестер и микроавтобус не разъехались на Советской. Рулевой Субару двигался по Маяковской в сторону Горького. И не выполнил требования знака «Уступи дорогу». Столкнулся с Хайсом, который направлялся по главной. Оба автомобиля с серьезными повреждениями. Микроавтобус оказался на боку. Его пассажир получил травмы. Человек под колесами на улице Пушкина. Мужчина на Теиде двигался по Горького в сторону Комсомольской. И не предоставил преимущества пешеходу. Молодой мужчина пересекал улицу по всем правилам. Пострадавшего госпитализировали. В этот же день еще одно ДТП с пешеходом. Но уже на улице Чечерина. Мужчина на Аристь двигался с Раковской в сторону Ушакова. При возникновении опасности не успел затормозить. И наехал на человека. Пострадавший переходил улицу в неположенном месте. С сотрясением мозга. Молодой парень доставлен в городскую больницу. Угодил пешеход под колеса и на Владивостокском шоссе. Мужчина на Митсубиси направлялся в сторону Охотничьей. При возникновении опасности не успел среагировать. Избил человека. К слову, тот переходил дорогу в неустановленном месте. В зоне видимости пешеходного перехода. У травмированного ушиб грудной клетки, ссадины лба и кистей рук. А вот авария в Корсаковке закончилась трагически. В районе часа ночи женщина на Ниссане двигалась по улице Ленина. При возникновении опасности не справилась с управлением и улетела в кювет. Автовладелица скончалась до прибытия скорой помощи. Микроавтобус с малолитражкой не поделили улицу Первомайскую. Первый выехал на нерегулируемый перекресток, проигнорировав требования знака. В итоге удар и травмированная рулевая второго авто. У женщины легкие ушибы. Такой была уходящая неделя. Впереди выходные и всегда на дорогах транспорта больше, чем рабочие будни. К слову, в субботу и воскресенье возрастает число нетрезвых рулевых. Будьте внимательны на дорогах. Дополнительные светофоры и правила проезда пересечений. Регулировщики на Некрасово путают автомобилистов. А как верно проезжать перекрестки, узнаем в рубрике «Телеконсультант». В нашем городе при поворотах на некоторых светофорах возникает путаница. Можно ехать или нет? Ведь оказывается перед красным сигналом. Хотя основной регулировщик горит зеленым. Подскажите, как в таких случаях действуют правила? Ну, смотрите, на сегодня есть изменения в ГОСТе. Сделали новые светофорные объекты. На некоторых перекрестках установлены дополнительные светофорные объекты с целью улучшения видимости для водителей. Увеличены дополнительные линзы, поставленные на светофорных объектах. Если раньше было с одной стороны на светофорном объекте установлены линзы, красный, желтый, зеленый сигнал светофора, то на сегодняшний день с двух сторон установлены линзы для того, чтобы для улучшения видимости водителю было. Потому что когда водитель подъезжает к стоп-линии на легковом транспорте, зачастую ему не видно сигнал светофора. Потому что закрывает. И поэтому сегодня установлено так, что на встречном так же сам установлены линзы, светофора, для того, чтобы водитель видел сигнал светофора, красный, либо желтый, либо зеленый. Когда водители совершают маневр, поворот направо, либо налево, например, с Комсомольской, либо с Пушкина улицы, в сторону, допустим, 5-го километра, в сторону Михайловки и так далее, на Некрасово выезжают, они обязаны проезжать на свой разрешающий сигнал светофора, допустим, делают маневр, поворот направо, либо налево, и едут без всяких остановок. Если на перекрестке перед светофорами расположено на пути следования водителя, имеется стоп-линия, именно на пути следования стоп-линия, знак 6-16, водитель обязан остановиться перед каждым светофором. Впереди вас ждет короткая реклама, не переключайтесь, далее в эфире. Бездомные животные. С улицы Сурийска отловили 106 собак, 34 из которых уже вернули в прежнюю среду обитания. Неглубокий циклон. На сильные осадки в округе рассчитывать не стоит. 80 бойцов. Усурийск впервые принял официальный чемпионат края по смешанному боевому единоборству ММА. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Месяц на территории округа действует программа по отлову безнадзорных животных. Новый подрядчик уже изъял с улицы Сурийска 106 голов, 34 из которых уже вернули в прежнюю среду обитания. Что происходит с собаками, которых поймали, расскажет главный специалист управления благоустройства городской администрации Елена Малышева. Данная программа на самом деле реализовывается уже третий год подряд на территории Сурийского городского округа. В этом году у нас на контракт вышел аристократ в городе Арсеньев. Мы начали работу, был произведен отлов безнадзорных животных в районе Суворовского училища. И вот через 20 дней после стерилизации, вакцинации, беркования, животные сейчас будут выпущены в прежнюю среду обитания. По условиям контракта так. Из шести маленьких щеночков появляется уже стая потом из взрослых шести агрессивных животных. Мы думаем, что в основном из-за этого, из-за появления домашних животных на улицах города и возникают эти нескончаемые стаи, которые терроризируют город. Это связано с тем, что большинство домашних животных у нас не простерилизованы. Отсутствует обязательная стерилизация животных, не подлежащих племенному разведению. И очень часто домашние животные, щенки и котята, оказываются на улицах города, в коробочках. Город у нас большой, дружный, добрый. Выкармливают буквально всех. Есть понятие мотивированная агрессия и немотивированная агрессия. Мотивированная агрессия вызывается многими причинами. То есть защита территории, защита самки, защита потомства, добыча пищи. Это нельзя сказать, что это немотивированная агрессия. Постоянному содержанию в приютах подлежат только собаки с немотивированной агрессией. Все остальные, по идее, подлежат выпуску среду обитания. Заявок поступает на самом деле очень много, тем более, что народ узнал, люди, жители нашего города узнали о действующем контракте, о том, что ведется отлов. И все свои болевые точки, да, все поступает в администрацию, мы владеем всеми адресами. Сегодня в наш край пришел неглубокий циклон с запада. Запасов влаги у этого атмосферного вихря было немного, поэтому на осадки в Уссурийске рассчитывать не стоило. По сравнению с прошлыми днями, когда на столбике термометра наблюдались даже плюсовые значения, в пятницу похолодало до минус двух. На выходных небо прояснится и тучи уступят место солнцу. В субботу температура воздуха будет примерно тех же значений, что и накануне. А вот к воскресенью приморозит минус шесть на улицах нашего округа. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. А вот на следующей рабочей неделе стоит ждать снега. Осадки придут к нам ко вторнику. Уссурийск впервые принял официальный чемпионат Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА. Каждый поединок принципиальный, ведь на кону путевка на состязание рангом выше. Призеры смогут представить край на соревнованиях Дальневосточного федерального округа. Почти 80 бойцов вышли в клетку чемпионата и первенства Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА. Здесь сильнейшие представители. Словонапутствие сказали опытные спортсмены и тренеры. Спортивная жизнь – это миг. Вы что-то не понимаете, но вы должны этим мигом наслаждаться. Поэтому время вы в это время, вот эту спортивную жизнь будете вспоминать в ярких разках, чтобы там у вас ничего не происходило. И спортивная дружба, она, ну, просто сказать, ну, на реках. Успешно начал турнир уссуриец Азамат Нагаев, представитель клуба «Мужество». Сначала поединка вёл себя осторожно, переводя соперника на борьбу. Это база для уссурица, и он прекрасно владеет техникой работы в партере. Азамат задавал характер боя и в итоге одержал победу в весовой категории 83 килограмма. Тем самым обеспечил себе участие в чемпионате Дальнего Востока по ММА. Для меня данная весовая категория, она непривычна, потому что первый раз выступаю, поднялся на одну категорию выше. Бились участники в трёх возрастных категориях. Самые юные – спортсмены 16-17 лет. Затем шли юноши 18-20 лет. Отдельной группой соперничали взрослые бойцы, которые составили категорию мужчин. Основная сборная Приморского края по итогам прошлых лет составляет именно уссурийские бойцы. Действительно, можно сказать, что уссурийский – это центр ММА в Приморском крае. Хотя бойцов больше, конечно, из города Владивостока, но по качеству мы их превосходим. 52 бойца получили путёвки на следующий уровень отбора. Теперь им предстоит биться с сильнейшими представителями ММА на Дальнем Востоке. Состязания запланированы на середину марта. Победители смогут выехать на чемпионат России по смешанному боевому единоборству. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Игорь Антонов. Телемикс. Это все новости на сегодня. Напоминаю, что все материалы вы можете найти на сайте телемикс.тв и в наших аккаунтах в социальных сетях. В студии работал Павел Юнгерштурм. До свидания. А в 21.00 смотрите на нашем канале художественный фильм «Бендюжник и король». Допустим, вы у ней уже не первый. И даже, между прочим, не второй. Вам это очень действует на нервы. И, между прочим, огорчает вас порой. Да, огорчает вас порой. Нервы, 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 нервы. Пусть, грубо говоря, меня нервы. Но нервы, 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 нервы. Вам делают на каждый день не в вид. Тогда берете вы морские ванны. Потом себе ложитесь на диваны. Сперва берете ванны, а после на диваны. И ходите на халы, как бандит. Эта история могла произойти только в Одессе. Неповторимый одесский колонит в мюзикле «Бендюжник и король». 11 февраля в 21.00 на канале Телемикс. Телемикс.